Кто уже предыдущие мои фильмы смотрел и смотрит не один год, знают, что зимой именно я люблю посвящать некоторый такой период времени, именно морской рыбалке. Я сегодня хочу половить моего любимого саргана. Да, моего любимого. Мне нравится эта рыба, тем более на Кипре он достаточно хорошего размера, бойкие, классные поклевки и его ловить действительно интересно. Так, ну чуть-чуть побросал буквально там минут 10 на пелькерочек, поклевок не было, сейчас беру просто 30-й воблер, попробую, но на пелькер я еще вернусь, обязательно нужно пробовать. Сейчас хочу посмотреть, какая реакция будет у нас на серебре. Может быть он тоже будет гнаться, но решится все-таки на атаку. Есть, ребята, есть, удар прямо возле берега причем. Ух ты, на ультралайте, конечно, здорово, на мини воблерочек, на ультралайте здорово. Сарганчик, да. Ах, красавчик, красавчик. Привет, привет, друзья. Меня зовут Вадим Лозицкий и по-прежнему мой канал о рыбалке на Кипре Cyprus Bus Guide. Прежде всего я хочу поздравить всех с наступившим новым 2023 годом. Друзья, рыбаки, кто любит природу и просто вообще кому нравится активный образ жизни, хочу пожелать в этом году только самых интересных путешествий. Рыбакам, конечно же, трофеев, конечно же, научиться чему-то новому, чему вы еще научились, узнать. Ну и вообще просто хорошего настроения и самое главное здоровья. Если у вас будет здоровье, вы сможете заниматься и рыбалкой, и охотой, и путешествовать, и любим видом спорта. Все, поздравил. А теперь приступим к рыбалке. Сегодня я хочу начать свою рыбалочку именно с моря. Кто уже предыдущие мои фильмы смотрел и смотрит не один год, знают, что зимой именно я люблю посвящать некоторый такой период времени именно морской рыбалкой. Потому что зимой все-таки погода нестабильная и баса на водоемах ловить не так уж и просто. Порой он засыпает совсем такую в спячку и есть такой период, несколько недель, совсем мертвое бесклевье. Хотя, конечно, выловить его можно, вымочить его можно, найти его можно и ловить его нужно. Но это все потом. А сейчас у нас речь идет о море. Я выжидал первую недельку сразу, январскую, чтобы на море стала более нормальная, хорошая погода. Потому что то шторм, то дождь, то ветер, естественно, волна. И ловить практически невозможно. Сегодня погода просто шикарная. Нет солнышка, небольшой такой приятный ветерок, волна после шторма. Все располагает тому, что должна быть хорошая рыбалка. Но это лишь мои догадки. Как будет на самом деле, я даже не могу предсказать. Что-что, а море непредсказуемо. Завтра ты можешь наловить просто шикарных трофеев, сумасшедший клев. А послезавтра приехать на то же место и ни одной поклевки. Так что это море, к этому надо привыкать. Я к этому привык. Но скажу так, в любом случае, нужно пробовать, изобретать и деликатно работать. Что я имею в виду деликатно? Различные приманки, различную технику, различную тактику. Не упираться там в один воблер, не упираться там в железо или в джик. Поэтому в последнее время я привык на море прямо с собой брать несколько комплектов и постоянно чередовать. Я беру и железо, это пилькеры, я беру и воблеры, я беру и поперы, и джик, и резину, и много-много других разных техник. То же самое хочу я сделать и сегодня. Но прежде всего я сегодня хочу половить моего любимого саргана. Да, моего любимого. Мне нравится эта рыба. Тем более на Кипре он достаточно хорошего размера, бойкие, классные поклевки. И его ловить действительно интересно. Потому что много разных техник. Рыба достаточно такая непростая. Я бы сказал, даже иногда хитрая. Поэтому нужно знать, где его ловить, как его ловить и на что ловить. Впрочем, как и в другой рыбалке. Я буду делиться своими секретами, а именно секретами по опыту на Кипре, который я уже работал за многие года. Некоторые рыбаки, которые ловят на море, в том числе на Черном море, может будут смеяться и подумать, о чем он говорит. У нас там ловят на тонкие лески 0,18, маленькие крючочки. На Кипре я сразу забегаю вперед. Совершенно другая ловля саргана. Сарган здесь намного крупнее. Да, действительно намного крупнее. Поэтому снасти, которые работают на Черном море, они просто физически не выдержат. И если вы будете ловить на тонкие лески, на маленькие крючки, вас просто будет обрезать. Я уже это пробовал не раз и убедился. Прямо переходить на толстые канаты, конечно, я не советую. Но нужно подбирать правильный диаметр, чтобы были и поклевки, и была надежность. Я сегодня хочу взять хэви. Тяжелый спиннинг для крупных воблеров. Да, именно воблеры, большие воблеры. 145, 125, 175, их сарган очень любит. Иногда берет просто на воблер. Также возьму пелькирочки от 5 до 15 грамм. Есть поверхностные приманки. Ну и, наверное, захвачу с собой легкую палочку, лайтовую, от 4 грамм. Я буду ловить на мини-крэнки. Мне нравится ловить на мини-крэнки. Вот на мини-крэнки может клюнуть абсолютно любая рыба. Все, я готовлюсь, переодеваюсь. Ну и буду сейчас ходить по камушкам. Выберу хорошее себе местечко. В принципе, места я уже знаю. Это мои любимые места. Может, что-то новое сегодня найду. И посмотрим, кто вообще клюнет. Получится сегодня рыбалочка или не получится. А уже в процессе, когда я буду ловить, я вам буду показывать и воблеры, и раскраску воблеров. И, может, говорить что-то про водку. И покажу, как я вообще ловлю на море. И как можно ловить зимой на Кипре на море. Ну что, как говорится, погнали! Ну что, погода для сарганчика. Начну с пелькирочка 10 грамм. Я видел, что здесь рядом сидел рыбак. И у него была поклевка. Он ловит на удочку. У него была поклевка именно как раз саргана. На этом он здесь есть. Но не факт, что он сразу будет брать на пелькирочек. Может быть, на моблях. Ну, попробую. А может, наоборот, только на пельки. У саргана вот такая фишка. Сейчас такую попробую агрессивную, быструю проводочку. Тук-тук-тук-тук-тук. Буквально по верху. Не буду давать заглубляться. Хотя, вот, когда погода такого плана, немножко волны. Я знаю то, что для саргана нужно немножко заглубляться. Он уходит чуть-чуть ко дну. Ну, сейчас посмотрим, покидаем, если будут поклевки. Если у человека здесь клюнуло на удочку, то, скорее всего, он точно здесь есть. Здесь вопрос, в каком слое и то, что ему понравится. Так, ну, чуть-чуть побросал буквально там минут 10 на пелькирочек. Поклевок не было. Сейчас беру 230-й воблер. Попробую. Но на пелькер я еще вернусь. Обязательно нужно пробовать. Здесь ничего не значит. Пелькер обязательно нужно еще пробовать. Просто, возможно, может не было выхода. И еще что. Сейчас попробую на воду. Вон, крупный. Его хорошо видно. Может, придется воблер чуть уменьшать или 130-е. Он может поставить, например, 120 и другой расцветки. У меня не раз так было. И может сразу картина измениться. Поэтому море, вот что-что с морем, это нужно постоянно эксперименты. Постоянно что-то новое. Окраски, размеры, проводка. Здесь постоянно, постоянно. Если ты хочешь добиться успеха, хоть какого-то поклевок или поймать какую-то нормальную рыбу. И вообще, хоть поклевки начались. Здесь нужно постоянно, постоянно. То есть, поработал. На данный момент я точно знаю, что здесь рыба есть сейчас. Просто вот вопрос есть, что подобрать, что нравится. Только что переместился в другое место. И здесь как раз была напилька. Три раза вышел с роган. Но не взял, удара не было. И сейчас я в то же место. Так, Семило. Рыба рядом со мной. Сейчас попробую в том же месте провести на крупный воблер. Посмотрю, какая реакция будет. Три раза гнался. Но не схватил. Сначала поставлю крупный. Потом возьму кренк. Маленький кренк. Но они есть. Рыбка есть точно. Прыгает. Вижу, в общем, сарганчики хорошие. Хороший сарган. Только что гнался за моим воблером. Причем на паузе. Так, сейчас мы будем подбирать. Вот как раз началось самое интересное. Когда нужно подобрать ключ. Сначала он гнался за пилькером. Я его увидел. Поклевок нету. Поставил крупный воблер. Опа, атака была. Только что удар был. Ага, вот удар был на крупный воблер. Атаковал. Кто-то уже атаковал его. Интересно. Так, это уже интересно. Вот сейчас был такой печок. Прямо четкий печок. На паузе. Ну вот как раз то, что я и говорил. Мои мысли вслух. Ему нужна была вот эта пауза. Которую я на пилькер не делал. На пилькер я делал такую скоростную проводку. И он его сопровождал. Сопровождал, но не атаковал. Ждал вот эту паузу. Так, пришел на место. Вот сейчас взял свой лайтовый. От 1 до 7 граммов спиннинг. 50 миллиметров. Ставлю вот такой крэнк. Тоже место. Посмотрим. Единственное, что меня здесь смущает, я боюсь. Здесь у меня флюрик стоит 0,18. Хотя вот, как на Черном море, профессионалы, которые ловят саргана, там ловят на 0,12, говорят, тоненькие лесочки и так далее. Ну, у них сарганчик маленький. То есть, кто-то сейчас скажет, о, 0,18. Да это вообще толстое. Но не для наших, как говорится, широк. Я точно знаю, потому что здесь у нас сарганчик такой. Грамм 400 обрезает только в путь. Так, надо еще подобрать, какой ему тут моблерочек нравится. Тоже цвет который. Потому что один нравится, другой не нравится. Две рыбы гналось. Но сложно разглядеть. Длинные точно. А то сарган или дудка непонятно. Вот что я говорил про смену рассветки. Я снял тот крэнк. Золотистый. Сейчас, видите, такой поставил именно серебряный. Сейчас хочу посмотреть, какая реакция будет у нас на серебре. Может быть, он тоже будет гнаться, но решится все-таки на атаку. Есть, ребята, есть. Удар прямо возле берега причем. Бух ты, на ультралайте, конечно, здорово. На мини-ваблерочек. На ультралайте. Здорово. Сарганчик, да. Ах, красавчик. Красавчик. Промазал. И смотрите, удар был. Он промазал. И я его раз рубанул. Какой красавчик, а? Класс, класс. Ультралайт, конечно, вот такой от одного грамма. Очень приятно. Все-таки вот. Все-таки подобрал ключик. Очень-очень этому доволен. Прямо вот искренне доволен, когда сам процесс. Ну, конечно, и поклевка, и вываживание, и все. Причем уже все. Вытаскивал практически к берегу. И удар такой. Ну, вот где-то метров пять от берега. Он еще перекрутился здесь. Сейчас я его буду... Смотрите. Ну, этот, скорее всего, поедет домой. Поедет домой. Пожарим его. Пожаримый сарганчик. Очень-очень даже ничего. Так, сейчас я его... Так, ну, повезло, повезло, что не попал как раз флюр ему. А так бы он перекусил. Так, освобождаем. Так, о. Ну, все. Можно сказать. Так. Ну, что, ребят. Вот такой вот сарганчик. Небольшой. Это как раз вот размер, про который я говорю. Размер именно вот такой черноморский. Да, таких, конечно, можно и ловить на лесочку 0,18. Но вот на лесочку 0,12. Как они ловят там с маленьким крючком. Но, видите, я подбирал. Он подходил, подходил. На то, на сё. И в итоге вот взял. Я вам сейчас поближе покажу. Вот такой мой крэнк. Маленький, 50 миллиметров. И, видите, суспендер. Что очень важно. Вот именно суспендер. Суспендер вот такой окраски. Флюрик у меня был 18. И вот схватилась такая рыбка. Ну, все. Значит, очень-очень приятно. То, что мой первый выезд на море. Потому что в море всегда едешь волнительно. Поймаешь что-то, не понимаешь. Вот первая поклёвочка. У меня только сейчас 2 часа дня. Так что еще до вечера 3 часа. Посмотрим, что получится. Эти, естественно, уже здесь речи не идёт о его выпускать. Так что, это здесь у нас не басовая рыбалка, а морская. Так что, отвезём его сегодня на ужин. И какому-нибудь рецепту средиземноморскому приготовим. Ну вот, то, что я говорил. Если работать, то рано или поздно будет результат. Я старался, старался. И первый сарганчик. Всё-таки это сарганчик, скорее всего. Гнались до этого. Но, я скажу честно, за крупным воблером я видел сарганов покрупнее. Это такой вот. Такая приманка. Причём взял именно как раз на паузе. Причём такая пауза должна, достаточно была внушительная пауза. Поэтому сейчас рыбочек, пауза. Рывочек, пауза. Опа, есть! Есть, 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 ребят, есть! Ах, вот есть! Отлично, это дудка! Ах! Сошла, сошла, сошла. Вы видели? А вот это была дудка. Причём очень хорошая. Ага, значит они там в разнобой. И там есть и дудка, и сарган. Класс, класс. Причём вот сделал практически такую, прямо большую паузу. И возле берега прямо удар. Ну, на такую палочку, на ультралайтик, конечно, совсем другие ощущения. Здорово. Ребята, попался огромный сарган. Оборвался. Копики! Короче, ребят, досадно сейчас. Не знаю, попало-то или нет. Я даже не успел включить камеру. Только включал, забросил, хотел включить. Короче, на мини-кран клюнул очень большой сарган. Ну, такой, я думаю, грамм 700-800. Просто трещотку размотал, размотал фрикцион в дугу. И всё просто опресло. Всё. Как косой, короче. Я ставлю флюр потолще. 0,28. У меня был 0,18. Не знаю, может ещё его выловлю. Может, они под вечер пошли. Но это было, конечно, жесть. Просто всё закрещало. Этот мини-лайт просто в дугу. Это было, конечно, что-то. Акшен. Я не ожидал. Просто заброс, и он сразу удар такой. Ну, попробую ещё раз половить. Сейчас перевязался. Ну, вот, попробовал, взял пилькерочки, покидал. На пилькеры так сегодня и вообще ни одной атаки. То есть вот эта агрессивная проводка точно сегодня, скорее всего, не работает с пилькером. Пару раз бросил на крупный воблер. Тоже ничего. Буду продолжать на мини-крэнк. Потому что он пока вот сегодня самый результативный. Даже крупный сарган, самый крупный вышел на мини-крэнк. Ну, вот, этот срез, конечно, раскрутил, дал жару капитально мне. И всё. Больше ничего не под... То ли я попал, то ли он просто походил. Но ещё попробую кого-то выловить. Ну что, ребят, вот и подходит к концу моя сегодняшняя рыбалка. Зачем я сегодня ехал, то я и получил. То есть настоящее искреннее удовольствие. Официально сезон 2022 морской рыбалки, считаю, открыт. Сегодня адреналинчиком мне добавила, ну, вообще первая поклёвка. Сарганчик. Потом сход хорошей рыбы дудки. Ну и, конечно, сход крупного саргана. Даже не сход, а срез. Когда он раскрутил метрах 50. Вот этот на ультралайт, представляете? Его просто согнул в самую дугу. Я ничего не смог поделать, хотя он тащил-тащил. Всё, обрез. На этом всё. Рыбка есть, рыбка поклёвывает. Как вы видите, если трудиться в море, то обязательно будет результат. Хорошее настроение, хорошее впечатление. Я ещё побросал. Всё уже вечереет. Может, ещё пару забросов сделаю. Но всё, рыбка ушла. Вот именно днём был какой-то определённый выход. Рыбка поклёвывала. На этом всё. Я думаю, что вам понравилось очередное моё видео. Ставьте лайки этому видео обязательно. Кто первый раз на моём канале. Друзья, обязательно подписывайтесь. Будет и морская рыбалка, и разной техники. Ну и, конечно же, ловля вас. Всё. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»